добрый день друзья с вами богдан сегодня мы опять играем нашей вверх колодой я немного ее поменял учитывая проблемы с которыми мы сталкивались и заменил и джеки полностью убрал заменил его на 4 акрома и поскольку теперь у нас есть 4 акрома мы дополнение к ним убрали еще пару вещей и играем 4 flicker висп и дополнительную пио и кирана в чем суть комбинации с акромой и restoration angel'ом и flicker виспом акрома выходит за три маны как морф потом мы ее блинкаем одним из этих существ потом она выходит как восьмимановое существо что весьма по читерски как впрочем и все остальные комбинации то есть мы получаем банально за три маны восьмимановую кричу ну посмотрим как это будет играть вот и наш первый матч новой версии нашей замечательной колоды два лагуна хорошо хорошо думаю кипнем и химуль гонится я в последнее время перестал доверять таким мулиганом на самом деле нам все равно лейлайн тебе лейлайн что бы это могло значить не помню колод кроме сумасшедшие там колоды на инчантментах который играет мэй там лейлайн оф сентити либо это просто кого-то очень надоело здешняя мета даже ничего сказать ему не можем что инквизиция тебе инквизиция чтобы чтобы не забрал забрал бладмун у него все равно был бы черный источник маны даже испану даже если бы бладмун остался брасль и и и и и и и и и Угу, это равнолил 1 Хеликс, это хорошо. Если она все-таки заберет Blood Moon, будет какой-то ремол улыбок. У него, в принципе, если она сыграет Сетсис, будет довольно-таки сложный выбор. Потому что либо Хеликс, который потенциально ремовит большинство таких ранних агрессивных существ. Либо Blood Moon, который выключает его из игры. Либо... либо-либо... Ну, нам тут, на самом деле, нам сами тут нерезонно пока Blood Moon ставить. Я думаю, что это Абзан. Но в чем суть Абзана таких? Потому что они довольно-таки скупые на базовые земли. Знаете, я не думаю, что мы хотим прямо-таки сейчас ставить Blood Moon. Потому что у нас нет Белой, у него есть вся нужная ему мана. Поэтому зачем нам... Зачем нам, как бы, ставить Blood Moon, если он ничего ему не даст и сыграет только нам в минус. Зато это не третий ход Лилиона. Потому что, ну... Тяжело вставить с такими успехами Лилион. Убьем его ус. Очень опасное существо. Наверное... Самое опасное в околоде. Просто растет, поедая карты на кладбище. Я не поменял монобазу с прошлой нашей версии этой колоды. Я думаю, нам стоит... Учитывая то, что мы добавили Фликкер Виспов, нам стоит больше играть Белым. Базовыми землями Белыми. Потому что... Как бы... Раньше... Было не страшно с наш собственным Blood Moon. Из-за того, что... У нас-то... Нам-то одного плейн... Одних плейнсов хватало на всю колоду. У нас не было двойных костов. А поскольку сейчас у нас есть двойные косты. Белые. Нужно... Решить этот вопрос. Угу. Это... Джанет? Я думаю, вторую черную достанет. Второй Свамп. А если он у него вообще есть? Нет? Ого! Это что-то четырехцветное. Неплохо. Это какое-то... Дикая... Агро. Интересно. Интересно. Угу. Ну что ж... Давайте думать, друзья. Давайте думать. Угу. 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 Что мы тут можем сделать? Можем просто сыграть Кирвиз по... Стараться забегать его... Воздуху. Либо... Ммм... Наверное... Наверное... Мы... Сыграем... Ресторейшн Анджела. На его ходу. Садим еще больше топтеров. И будем давить его... По воздуху. Угу. Угу. Дурацкое решение. Все-таки... The Line of Centity Main. Все-таки больше сайдовая карта. Ну... В X-Major очень агрессивный метод. Я понимаю. Но... Все злые. Все играют... От какого он в первый ход инквизиция. От... Нереально. Почти не словит в первый ход инквизицию в лицо. Но все равно... Но все равно это все-таки... Сайдбордная карта. Угу. Ингрин соус. Ну ничего страшного. Давайте убивать его. Ах, нет, не будем трогать его Лаксодана. У нас есть варианты дроваться или... Любивать Лаксодану. Хотя можем... Да, мы не будем. Просто в конце хода сыграем Ангела, будем бегать по воздуху, как бы, да, и Кира нам по земле, не будем ничего военного делать, у нас больше хитов, чем у него, у нас все хорошо. Срабатывает триггер выхода на поле битвы, что делает Ангел, я думаю, вы уже поняли, что он изгоняет существо и тут же возвращает его под вашим контролем, и поэтому срабатывают триггеры выхода на поле боя. Я думаю, в конце хода мы еще раз сыграем фликер виспа, и сыграем фликер виспом в опять же пиве Кирано. Топ-доров блочит. Следующим ходом Возьмем и Следующим ходом мы, наверное, его с ламп съедим, посмотрим, есть ли у него второе. Слом где-нибудь в библиотеке, чтобы он не смог скасывать Lingering Souls с кладбища за его флешбэк стоимость. Как же замечательно себя показывает пиве Кирано. Посмотрим, найдет ли он второй у себя в библиотеке. Надеемся на то, что не найдет. Не нашел. Не нашел. Это просто замечательно. Это значит, что мы его леталим на следующий ход по воздуху. Если у него нет, то даже если есть просто второй Lingering Souls. Но я все равно леталим. Да, они есть, но он блокирует, допустим, фликеры из по ангела. Мы локсодоном не блокирует пиве Кирано, а потом пиве Кирано мы не залетим. Мана у нас немного. Так, друзья, давайте считать. Блокирует он ангела Кирвиспа. Все, мы на четыре залетаем. И, допустим, взрываем на шесть. Ну, такое прохладно. А если мы пока поставим Chalice на ноль, и сможем, допустим, убить одного спирита, тогда по-любому проходит три, четыре, пять, шесть, семь. Да, мы выиграли. Надеемся. Он затапанный, поэтому, да, выиграли. Хоть мы спалили, что у нас есть Chalice, но все равно. Отлично. Отлично. Продолжение следует... 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 Что четырех цвет на коло заставит свечек базовые земли. Челсов заводит, сыграем. Хоть он следующим ходом и поставит что-то трехмановое и нам... Как он поставит что-то трехмановое, так и будем с этим разбираться. Плейнс, изгоняем спереди гайда. Челсов заводит. Один. Ок. Посмотрим, чем этот молодой человек будет нас катать. Уже позволили ему один первый дроп скрать. Я думаю, он играет стабилизацией, помимо птичек, еще... Нобл Хайерархами. Это... Такая же монодорка. Только... Есть... У нее есть... Как это называется? Extended, по-моему. Короче, если существо атакует в одиночку, то добавляет им существо плюс один, плюс один. И она не все цвета добавляет, а только band сочетания. Ок. Ок. Всегда неприятно, но... У нас есть время. У нас есть время. У нас есть время. У нас есть стенки. Мы еще что-то можем. Угу. Скоро будет релиз после гейтвотч, будет очень много крутых карт, реально крутых, которые сделают и ГРТРОН сильнее, собственно говоря, возвращение Козелека. Я считаю, что это карта, которая говорит, за 3 маны 3 по столу бьет, и там, когда ты используешь спелл с монастаимостью 7 или больше, ты можешь изгнать ее из кладбища и дать 5 по столу. По-моему, ГРТРОН просто радуется, стучит по коленкам этой крутой карты. Много не то, что нам нужно, но... Пробуем что-нибудь еще поднять, адекватное, более адекватное, чем то, что мы поднимаем. Как бы просто уже лайлайн нам не нужен, потому что всем, чем он мог целить нас в лицо, все, что может целить нас в лицо, стоит обычно одну ману. То есть это инквизиции, сатсизы, там болты какие-то рандомные. Вот. Но мы-то поставили человек на 1, нам уже не страшно это. Потому что там отарка команда, допустим, если он играет, она не целит. У нее нету цели. Поэтому как бы лайлайн от нее не спасает. Я думаю, уже можем сдать одну стенку. Почему нет? Наверное, нужно было реинфорсмент спрать из сайтбордер. Не даю. В раз. Ну. Посмотрим, если что, если дойдет до третьей игры, возьмем обязательно. Потому что вот такой вот смайтер, который ходит, просто отжимает у нас по существу вход. Ага. Который обучен получать иногда трэмпл. Это обидно. Ну, хотя, с таким успехом нас бы не спасли наши солдатики. Ставим ли реинфорсмент. Вот. Против примаса было бы неплохо иметь. Сиски в раз в год. Крома... Впереди. Ну да. Окей. Ну, а что мы можем... Оп. Для сдаваться, давайте хотя бы посмотрим, что он еще нам может показать. Может еще чего интересного покажет. Хотя бы поэтому не стоит сдаваться. Надо почитать гримаза. Я уже не помню, он давно в стандарте был. Ну, недавно. Угу. 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 Ага. То есть, если мы заблочим бримаза, то токены как бы мы не блочим. Угу. То есть, в чем был вопрос у меня. Угу. 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 Сейчас он прожмет. Гаунет тауншип. И разложит каунтеры по всему столу. подожди пока то котик появится и блочим нет выбора так хотя бы еще ход проживем может быть что нибудь еще увидим Растинпис я думаю не будем ему показывать что мы этим играем я понял с этими дурками отвратительными я понял что все таки на дрове мы хотим точнее не на дрове а когда мы первые играем мы все таки хотим 4 челоса потому что по сути ему вот эта дурка сделала чуть ли не всю игру вот он на шестом в шестом ходу поднял ну хотя ну короче больно получать лакстадон с мейтера на на сырый ход особенно когда в дачке нет ничего адекватного нет адекватных на него ответов да ничего он не покажет нам ну ладно 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 зато мы поняли с чем мы столкнулись лучше поняли с чем мы столкнулись рендеринг вали мы хотим челосы хотим вараса в год хотим то есть он играет всем кроме синего чего мы не хотим мы в итоге тогда раз уж что-то пошло лейлайн наверно слабый но блатмуны очень сильные но смысл из нас переезут с этих блатмунах рэст анписы поскольку он не играет термогоевами но он играет на этими таскин играет лейнгерин соулсами нужны рэст анписы нужны в прошлое игре они мне очень помогли я думаю один рэст анпис можно оставить два блатмуна можно оставить трех гайдов оставить знаете давайте четырех гайдов три акрома они все равно не приходят смысл держать четыре акрома если четыре не приходят вот сейчас вот сейчас у нас три акрома сейчас и три в начальную руку придут а я думаю я хочу начинать а нет глядите даже пришла комбо в руку хотим ли мы мулиганиться нет комбо в руке будем будем побеждать эту игру у нас нет выбор будем побеждать будем манаденайлом заниматься будем его сводить в начале Ставим наш челос. и передаем ход следующим ходом стенка можем что-нибудь что-нибудь отрезать у него с кварталом его если придет арбитр поэтому можем сделать гораздо эффективнее надеемся на то что придет арбитр более того я думаю что ставить растинпис пока не нужно потому что нет клингерин соусов на кладбище мы его не показывали в прошлых играх поэтому я думаю и не стоит его пока показывать не нужно с ним спешить он решил что у него есть какой-то второй дроп что ли но опять же надеемся арбитра поднять чтобы убить ему его в секрет фаундере халявно клингерин а и а и и и и и арбитр ну парень ты можешь крому не арбитр но тоже хорошо какие он удивится когда увидит морфа на столе в принципе если не поднимем ни один наш блинкающий составляющая комбой мы можем в принципе ее за так разыграть сколько надо что это морф 6 ман 3 красные но пока не можем когда нибудь сможем когда нибудь сможем ее блинкануть интересно чем он думает какой же это морф какой же это морф какой же это морф блинкер еще одна крома лучше из трех ну знаете такими темпами мы скоро сможем с имери первый раз за все игры что-то тестовать играть нам особо нечего но можем можем пробовать сыграть растопис и передать ход это морф следующий с к с с с с Играет вонючим зоопарком, тратит времени гораздо больше, чем я, хотя Майкл и особо думать не надо, но тем не менее, в зоопарке, уверяю вас, нужно думать не больше. Что-то с флеша хочет разыграть, мы на такое не покупаемся, просто играем в фликкер виспа, нас не проведешь, мы умлядь, просто играем в фликкер виспа, выгоняем окром. И передаем ему ход. И в конце хода на сцене появляется Крома Анджела Фири Flying Trampel Production From White From Blue И за красную накачку Просто божественное существо Особенно учитывая, что мы против белой колоды играем И да, побеждаем Спасибо за внимание, друзья До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok